Ну и последняя вещь, которую я хочу поговорить, это замечательная тема, которая называется «Путин и двойники». И поговорить я хочу в связи с последней поездкой Путина в поселок Счастливцево, практически можно сказать на фронт. Но, правда, это 150 километров от фронта, но для человека, который ведет себя так, как Путин, это круто. И почему возникла эта тема двойников? Потому что в последние несколько месяцев мы наблюдаем таких двух разных Путинов. Один проявляет такой параноик, встречается с собственными министрами за огромным столом, редкий микроб, не говоря уже о табакерке, долетит до середины этого стола. А на принятии верительных грамот от послов он заявляет, что у нас еще карантин, стоит на гигантской дистанции. Вот можно посмотреть на фото с представителями Средней Азии встреча. Занимает половину один квадратного гигантского круглого стола. Наоборот, на Каспейском сэммите, значит, в Туркменистане стол был квадратный. В середине стола можно было проводить чемпионат мира по футболу. Когда Путин приезжает на Пискаревское кладбище, там дезинфицируются группы. Когда он выступает в лужниках, то вдруг видно, что вокруг него клетка, скорее всего, из пули непробиваемого стекла. Даже вот 21 февраля 2022 года, то самое заседание Совбеза, где, по сути, была объявлена война, он не нашел себе силы, чтобы приблизиться к соратникам. Вот все эти люди, привитые-перепривитые, ставшие кал, выдержанные две недели на карантине, они сидели от Путина на таком же расстоянии, как китайские чиновники от императора династии Цинь. Ну, хоть бы трон поставили ей богу, просто было бы не так смешно. Кроме того, мы знаем, что Путин оборудовал себе специальный бронепоезд, боится летать. Даже проложил специальные железнодорожные пути. Что сотрудники, которые его обслуживают, сидят на карантине в одиночных номерах. Что в его резиденции ободноуронованы три одинаковых кабинета, чтобы враги не знали, где он находится. Ну, вот так царь Ирод никогда не ночевал в одной и той же спальне, согласно Осифу Флавию. Строит он теперь не дворцы, а бункеры, причем дворцового типа. И что он боится? Микробов, табакирки, томогавках, враждебных энергетических палец. Как на полном объяснял Станин Слава Белковски, сказать трудно. Похоже, всего вместе. Ну, возможно, у него ослабленный иммунитет, возможно, проблемы с психикой. В любом случае, изоляция явно не пошла ему на пользу. Вот Михаил Ходорковский ехидно заметил, что благодаря изоляции те процессы, которые должны были происходить, когда Путину стукнет в 90-е, начали происходить сейчас. Потому что в бункер приходил Ковальчук, рассказывал про боевых комаров и НАТО, и никого больше не пускали. В общем, так или иначе. Лидер, который не боится устроить войну в соседней стране, но боится подойти к собственным министрам, это, конечно, войдет во все учебники истории. И даже, возможно, психиатрия. Но все это касается только одного Путина, того, которого мы видим уже два года, а вот последние полгода появился и другой. Этот Путин лично едет по Крымскому мосту, правда, снимает эту поездку в основном его затылок. Он навещает за рулем автомобиля ночной Мариуполь, даже включает поворотники, останавливается на светофоре. Он на вертолете посещает вот тот самый генический район, правда, вот в 150 километрах от места, от фронта, а лопасти вертолета на видео не вращаются. Вот этот бравый Путин, отважно пренебрегая смертельной бактериологической угрозой, здоровается за руку с генералами, даже со случайным жителем Мариуполя, лично открывает художественную школу в Севастополе, а дарит генералам секретное оружие, но, правда, это не армата, а чудесная икона, видимо, она спасет от ВСУ и превратит снаряды в скорбукки орехов. И вот такое различие в поведенческих паттернах заставили многих скептиков предположить, что перед нами два разных Путина. Путин московский и Путин генический, так сказать. Ну вот, например, были же в древности Аполлон Дельфийский, Аполлон Дедимский, статуи, материальные вместелища одного и того же бога. Вот Путин, может быть, тоже един в двух лицах, но хорошо, что не в трех, как троица. Соответственно, я не поленилась и просто вот посмотрела все видео, в которых Путин изображен ездящей на фронт. И должна сказать, что у меня было предупреждение. Я думала, что, скорее всего, двойник есть. Я должна сказать, что после просмотра этих видео мое предупреждение сильно пошатнулось. Я думаю, что очень возможно, что двойника и нету. Что дело немножечко в другом. И я сразу скажу, да, две вещи. Во-первых, человек на этих видео неотличимо похож на Путина. Если бы отличия были, то, конечно, специалисты современной системы распознавания их бы заметили сразу. Поэтому у меня, кстати, очень плохо с распознаванием лиц. Но вот руководствуясь этим обстоятельством, я смотрела, конечно, не на лицо человека, а просто вот именно на его поведение. И сразу скажу, при виду два главных довода за и два... Главный довод за и главный довод против. Главный довод за то, что это двойник, с моей точки зрения, что он действительно здоровается за руку, чего Путин московский никогда не делает. А главный довод против заключается в том, что вот этот вот Путин генический, он тоже боится окружающих и проводит все встречи в основном на свежем воздухе. И, кроме того, не совсем понятно, что если это двойник, почему бы ему действительно не съездить на фронт. Но, в конце концов, там, даже если его убьют, он воскреснется, и вот будет у России лидер, который воскрес. Ну, значит, посмотрим на видео. Это, в общем-то, самое главное. У меня еще есть минут 10, как раз я уложусь. Значит, есть несколько видео. Первое из них где-то в районе 5 декабря 2022 года. Это четырехминутное видео, которое показывает визит Путина на взорванном в октябре мост. И на видео Путин, или человек от него неотличимый, едет лично за рулем по мосту. Рядом вице-премьер Хуснолин рассказывает что-то про восстановление моста. Оператор сидит на заднем сиденье, он снимает в основном затылок Путина, но пару раз он снимает его глаза в зеркале заднего вида. Путин доезжает до отремонтированного участка, идет по мосту, он надвинул низко капюшон на голову, потом он вдруг спохватывается и снимает его, прямо обнажает голову. Его ждет несколько людей, значит, никакой большой толпы, все это происходит посередине нигде, это же мост, то есть два моря, ветры, бактериологическое безлюдие. Путин немножко говорит с ними и уезжает. Дальше я еще должна упоминать историю 21 декабря 2022 года, когда Кремль заявил, что Путин, цитирую, побыла в зоне СВО. Это сказал Кремль через несколько часов после того, как Зеленский приехал в Бахмут, и очень быстро выяснилось, что зона СВО была в штабе в Ростове-на-Дону, то есть Путин навестил бункер в Ростове и назвал это поездкой на фронт. Ну, все начали, конечно, ржать. Дальше. Спустя некоторое время, в годовщину аннексии, Путин неожиданно прилетает в Крым, и можно было бы ожидать, что его будут встречать в ликую щитов, ну, потому что, когда прилетает глава государства, в чем же, значит, иначе смысл, как чтобы показаться народу. Вместо этого пресс-служба Кремля распространяет кадры, в которых Путин открывает в рамках создания историко-археологического парка Херсонес-Таврический некую школу искусств, причем нету ни археологов, ни школьников на видео. Опять Путин стоит в пустом помещении, вокруг него охрана, несколько чиновников, и митрополит Тихон Шевкунов рассказывает ему, что, значит, у нас тут самые большие раскопки в мире. И вот сразу после этого следует визит в Мариуполь, это где-то 18 или 19 марта, это самое интересное видео, не пожалеете, зайдите, посмотрите, 31 минута, пресс-служба Кремля его распространила, краткое содержание видео. Путин сам за рулем ночью едет от аэропорта навстречу машины, некоторые улицы не перекрыты, вот там как раз Путин включает поворотники, слышно, как они работают, когда он поворачивает, притормаживает, в одном месте он задерживается перед светофором, опять от него справа Хуснулин, и вот в абсолютно пустынном ночном городе они заходят на детскую площадку Путина Хуснулин, посреди детской площадки, то есть вы представляете, Мариуполь разрушенный, а там стоит несколько выстроенных домов, внутри этих выстроенных домов вот эта детская площадка раскрашенная, а посреди нее стоит, вы не поверите, деревянный стол, канцелярский. А вот и стол стоит, говорит Хуснулин, вытаскивает откуда-то пачку разрисованных картинок и начинает рассказывать, ночь, стол, пустой город, о триллиардах отремонтированных объектов, и дальше рассказывает Путину, что город-то снесли украинские нацисты. Цитирую дословно, очень четко видно, что они делали, говорит Хуснулин, там, где мы наступали с нашей стороны, то есть Россия наступала, ударов снарядами не было вообще, а с их стороны прямой наводкой били танки. Это я вам как строитель говорю. Значит, дальше у меня, конечно, вопрос, а вот как Хуснулин объяснит слова Ходоковского, который говорит, цитирую, мы сносим перед собой все, что противник может использовать как укрытие. А значит, ну какая-то сюрреалистическая картинка, освободитель Путин приехал в воспожденный город, где украинские нацисты сносили дома и минировали оборудование, он, Путин, этот город восстановил. Но слушайте, его же должны толпы встречать, все улицы города должны быть сотнями тысяч заполнены. А тут он стоит ночью на свежем воздухе на детской площадке. И в доказательство восстановления города его же чиновник показывает картинки, вот эти вот бумажненькие, потому что мы же знаем, что Путин интернетом не пользуется, на деревянном канцелярском столе. Ну, естественно, возникает вопрос, где же благодарное население? Тут же благодарное население появляется в нескольких экземплярах. И какая-то дама сообщает Путину, что мы за вас молимся, цитирую, и это маленький кусочек края. Путина приглашают в дом, он идет вверх, и в доме неожиданно по жаловавшему гостю совершенно случайно мы видим накрыто полная кухня еды. Но гость, конечно, не пробует, а вдруг отравит. Ну, вот это то самое видео, где прозвучал чей-то одинокий голос, это показуха. А дальше Путин едет, опять тормозит на светофоре, вернее, это первый раз там, он несколько раз притормаживал, включал поворотники, но, насколько я понимаю, это первый светофор. И приезжают они с Хуснолином в университет. И Хуснолин говорит, что в нем может быть 6 тысяч человек учиться. Никаких 6 тысяч студентов мы, конечно, не видим. Абсолютно пустое фойе, абсолютно пустой конференц-зал. И вот последняя, четвертая поездка как раз в виде о ней распространяется в понедельник, после того, как президент Зеленский посетил Авдеевку. Напоминаю, что Авдеевка это просто передний край. Высчитали, что от места, где был Зеленский, до нуля было 5 километров. Напомню, что 120-миллиметровый миномет бьет на 6. Авдеевку российская артиллерия стирает с лица земли. Уже давно это, конечно, не бахнут, но почти то же самое. А вот Путин посещает Счастливцево 150 километров от передовой. Никакой Хаймарс не достанет. И опять мы видим некоторые странности. Мы видим Путина, выходящим из вертолета, но лопасти вертолета не вертится. Дальше мы видим Стеллу Геничес, которую он проезжает, но мы не видим Путина внутри машины. То есть это такая получается кинематографическая последовательность. Вот так в кино мы понимаем, что герой куда-то доезжает. Путина не сопровождают ни Шойгу, ни Герасимов. Зато он встречается с генералами, с генералом Макаревичем, с генералом Теплинским, Лапиным. Кстати, они все очень представляются. То есть очень большая часть этого состоит из того, что приходит генерал, говорит, я генерал Макаревич, а Путин кивает. А Лапин, напомню, тот самый генерал, которого чуть не отправили в отставку усилиями Кадырова и Пригожина. А потом в ходе такого малого армейского контрпереворота Лапин был реабилитирован. Даже он теперь практически зам Герасимова по одной из линий. И вот Путин здоровается с ними, со всеми генералами за руку. Причем очень интересная деталь. Вот тогда в штабе Путин заходит, он заходит внутри в помещение, просит доложить обстановку, и генералы на него, посмотрите, видео, не глядят. Очень необычно для российского генерала, который, ну, он ест начальство глазами. То есть, либо они считают, что на этого человека нет смысла глядеть, ну, либо их попросили не дышать в его сторону. Значит, дальше происходит история с чудотворной иконой, и вот ее так генералам, конечно, дарит явно Путин в каком-то подвальном оповещении на футболе, долго ее распаковывает, долго говорит, не совсем понятно, где снималось видео, потому что теоретически генералов могли вызвать в Москву, продержать две недели на карантине, вручить икону, а остальное отснять с дублера. Теоретически. Вот именно вручая икону, Путин произносит вот эти роковые слова, что тут скоро Пасха, хотя его визит якобы состоялся в понедельник после Пасхи. Итог, что мы видим? Значит, подытожим. Ну, во-первых, очень странное впечатление производят все эти пленки, потому что это должно быть публичным визитом публичного политика. Мы знаем, как выглядят во всем мире такие визиты. Толпы ликующего народа, кордоны, пресс-конференции, выход к прессе. Вместо этого мы видим человека, который буквально крадется вноща китать. Особенно ужасное впечатление производит поездка в Мариуполь. Да, мы видим вместо благодарных толп, ведь вся ее цель рассказать Путину, как офигительно он спас город. И вместо благодарных толп мы видим ночной пустынный город. Путин и Хуснулин за деревянным столом посереди детской площадки. И Хуснулин рассказывает Путину о триллиардах восстановленных домов и коммуникаций. А Путин проходит в университете огромными пустыми холлами, заходит в пустой конференц-зал, садится там в партер на секунду. Хуснулин присаживается через несколько кресел от него, ну просто какой-то зомби-апокалипсис. А значит, едут по пустому городу, а Хуснулин рассказывает, как все тут светит. Остальные видео тоже очень странные, потому что на Крымском мосту, на свежем воздухе, Путина вместо рабочих встречает крошечная группа статистов. В Севастополе, опять же, ну слушайте, детский центр открывается и еще без детей, вместо того, чтобы выйти к народу. Как над этим смеялся Арестович, я не буду повторять. Вы, конечно, можете сказать, что все это фронтовые визиты, секретность, война, но вообще-то нет. Мариуполь в тылу, Севастополь в тылу. Ну, хорошо, допустим, на Крымском мосту охрана боится, что злые украинские нацисты, узнав о визите Путина, снова подгонят грузовик, допустим, что операция заняла несколько месяцев, телетранспортируют его, подорвут, но почему не встретятся с рабочими на российском конце моста. Да, визиты Зеленского, с которыми мы сравниваем, тоже внезапные, но их всегда снимает куча людей. Люди, причем с оружием в руках, вокруг Путина нет, никого с левым оружием. Они изумляются, как президент, они поднимают телефон, они фотографируют. Путина не снимает никто посторонний. Не то, что посторонних, нет, своих мало. Людей два раз, два и общался. Всегда, когда можно и даже нельзя встречаются на свежем воздухе, где микроб не страшен. А теперь, какие выводы? И вот тут я должна сказать, что у меня нет окончательных выводов, потому что я могу предположить два вывода. Один заключается в том, что это вовсе не Путин, а двойник. Причем не обязательно быть при этом двойником в обычной жизни. Это тоже диктатор-паранойка не обрадует. Вдруг двойника поставят вместо него. Но вот просто посмотрите на фильм Высоцкий «Спасибо, что живой», где без всяких пластических операций играет двойник Высоцкого. И это стоило четыре часа грима. Там был комплект пластических деталей, которые стоили тридцать тысяч долларов. Или там, посмотрите на двойника Королевы Серсей в известной сцене прогулки по Кингс Лендинг. Ну вот если в многочасовом фильме главного героя крупным планом сделали так, что не отличить, ну, возможно, это можно и сделать для сомнительного качества ночных съемков. Половина то сзади, то в капюшоне. Соответственно, двойником можно объяснить также именем зрителей, именем камер. Не дай Бог, кто начнет снимать несанкционированного ракурса, как Зеленского в Бахмуте или Авдеевке. И, как я уже сказала, самый главный аргумент теологический, что это двойник, что он здоровается за руку. Настоящий Путин в Москве за руку здоровался только с Си Цзиньпинем, потому что статус вассала обязывал. Он, наверное, бы и ножку поцеловал, если надо. Но есть второй ответ, который, мне кажется, проще и прозаичнее, что перед нами все тот же обитатель бункера, бесконечно изолированный, бесконечно дезинформированный. И самое смешное, что, возможно, его визит это что-то вроде его личной попытки разобраться в том, что происходит вокруг. А не дезинформирует ли его? А вот мост-то действительно построен. Ну вот как проверить, построили ли мост? Ну правильно, приехать к мосту. Это такая героическая по меркам Путина вылазка в страшный мир, где обитают люди, микробы, энергетические поля. Это просто подвиг Ахилла, движимой неусыпной заботой о благе народа. Наш герой покинул чистый, удобный, дезинфицированный бункер, не щадя живота своего, лично доставил на фронт икону. Лично убедился, что Мариуполь уничтожили злые киевские фашисты, и он Путин восстановил. Ему об этом сказал Хуснолин посреди ночного Мариуполя, показав на столе кучу картинок. Он, Путин, лично убедился, что мост все-таки есть, а то ведь обмануться очень. И обратите внимание, что в эту картину тоже все вписывается, и полное отсутствие людей, и визиты в ночные пустынные пресс-конференц, пресс-пустынные конференц-центры, предпочтение открытых пространств. Путин искренне хочет вырваться из бункера, но всюду, визита. И вот, как я уже сказала, самый сильный аргумент за то, что это Путин, что он по-прежнему минимизирует количество людей вокруг, предпочитает открытые безвирусные пространства, и вообще, если это двойник, почему бы ему не съездить на фронт. А вот, собственно, мне кажется, что вне зависимости от того, двойник это или не двойник, ну там, насчет здороваться за руку, но кто его знает, может он потом протрет руку спиртом. А после послов вроде как-то вот неприятно убегать от послов и сразу протирать руку спиртом. Но вот, что мне кажется важным, из чего можно начать, из чего закончить, что, конечно, поведение Путина, ну оно далеко-далеко выходит за рамки нормы. Так что, вот извините, что если я, с одной стороны, может быть, я не удовлетворила конспирологов, конспирологов, с другой стороны, я, наоборот, не удовлетворила тех людей, которые хотят услышать о Путине что-то еще более худшее. Но вот я еще раз повторяю, можно сосредоточиться на одно, что поведение Путина, ну точно, выходит за рамки нормы. И это, мягко говоря, страшновато. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова